Прям такая красивая, изящная стружечка, тоненькая, которая, знаешь, легко вспыхивает, тут же как пух просто, можно быстро-быстро-быстро застрогал. Нужно отдельно, после того, как Санчес рассказывает про перышки. Ни в одном другом магазине его нет. Да, а у нас есть. А мы его урвали. Вот здесь и у нас и зуб мамонта, по-моему, встал. Да, это для того, чтобы вы чувствуете себя в походе более роскошным. Было желание, на одной из остановок, да, надо было нарезать капусту, сделать борщ. Гремят ли капитальные ножны? Ну, это да, если там крадешься в лесу, покрадываешься к лисе, вот, то... Она такая, о боже, у тебя ножны гремят, нож в ножнах, какой кошмар. Ты попользовался, с другой стороны, я почему-нибудь, почему себе не отказывать... Не отказывать себе ни в чем. Раз уж мы говорили о небольших ножах, небольших ручках, мы поговорим о ноже Самоед от компании Бруталика. Это... А ты, блин, подколола, блядь. Опять? Это, блин, подколол. Это было мелко, да, низко. Дорогие друзья, мы всех рады приветствовать на канале Клинок. Мы начинаем нашу такую пробную серию выпусков из ножевого дома Клинок. У нас ножевой дом Клинок открылся в Санкт-Петербурге на Ленинском, 155, 7 июня. Мы вот отработали уже два месяца, у нас ассортимент пополнился. Он пополняется у нас местами даже не то, что еженедельно, а бывает, что ежедневно. Каждый день мы добавляем какие-то новые ножи на полке. В этом выпуске мы решили поговорить о туристических ножах. Мы подобрали ножи именно разных брендов для туризма. Ножи разные. Большинством ножей мы с тобой уже успели попользоваться и достаточно много попользоваться. Поэтому у нас есть что сказать про эти ножи. Поэтому мы сегодня покажем десяток ножей, покажем очень горячую, спелую новинку от Бурлакс. Спелейшую, буквально за 10 минут до начала выпуска. Она у нас приехала к нам в магазин. И поэтому мы вот, наверное, давай начнем с этой новинки. Ну давай сначала представимся. С вами Санчес, Юля, вы на канале выставки Клинок. Поехали! Ну что, у нас приехал шиповник. Это прямо самая горячая новинка. Ты уже успела шиповник подержать в руках. Конечно. Я шиповник держу буквально первый раз. Поэтому это вот как раз из тех ножей, которые я еще не пользовался в деле. Не попробовал его. Никто еще не пользовался, потому что это новинка-новинка. Горячая-горячая новинка. Что я могу... Давай вот ты сейчас скажешь свои первые ощущения от этого ножа. И я сравню со своими первыми ощущениями. Посмотрим, насколько они сходятся. Давай. Первое, что мне сразу бросается в глаза, то, что когда ты берешь нож в руку, он реально легкий. Здесь облегченная рукоять. Прямо действительно комфортно в руке располагается, но он реально легонький вместе с ножнами. Второе. Нож обладает ножнами из Кайдекса. Очень грамотно все сделано. Он настолько идеально в ножнах располагается. Настолько он хорошо фиксируется. За счет вот этих всех выборок. За счет того, что здесь хорошо подогнана рукоять. Он и надежно фиксируется, и очень легко извлекается. Сделен под пальцевый упорчик. И когда ты нож достаешь, просто он щелчком выстреливает. Это вот следующее впечатление. Ну и, конечно, здесь высокие спуски, нож не очень большой, поэтому он будет довольно-таки хорошо резать. Ну, на самом деле, твои ощущения довольно близко к моим. На самом деле, когда я видела этот нож впервые, Илья говорил о том, что это типа горфикс. Но я ему тут же сказала, что, в принципе, этот нож может подойти и для туриста. То есть, это как такой компактный универсальный нож, которому не нужно ни жестко, батон, ни там вот это все. Да, он очень легкий. Это вообще плюс. Ощущается. Да, это ощущается. Плюс крайне эргономичная рукоять. Плюс здесь, мало того, что микарта, так еще и насечки здесь на накладках из микарты. Поэтому в руке... Ну, они сделаны, да, эти чепушные такие насечечки. Она и фиксируется очень хорошо. То есть, и влажный рукой будет хорошо удерживаться. Единственное, наверное, вот то, что я сейчас уже вот распробовал в руке, рукоять не очень большая. То есть, мне кажется, вот под крупную руку нож будет, надо прямо примерять при себе. Почему? Я и говорю, что стоит ходить на выставки, стоит приходить к нам в магазин, брать нож в руки, пробовать, примиряться и на основе этого делать свой выбор. Плюс это фулл танк, это надежная конструкция, поэтому для туристов это... Причем, что это фулл танк, он легкий даже при этом. Здесь сделана интересная вот эта вот выборка на клинке такая. Но это, мне кажется, больше дизайнерская тема. Но с другой стороны, знаешь, когда снимаешь котелок с котла, им можно легко подцепить, не хватаясь вот за грязную... За горячую и грязную штучку. Прикольные, легкие товарищи, если снабдить эти ножны еще каким-либо окреплением, типа ультиклипа, можно и на снаряду цеплять, и в кармане. Ну, слушай, он будет и в кармане, да, на ультиклипе хорошо держаться. И если там теклоком, его можно, или на шоккорт, его можно вешать горизонтально на пояс, что тоже довольно-таки удобно. И при этом, то, что я отмечал, он легкий, он не будет там сильно пояс оттягивать, поэтому, мне кажется, это очень крутая новинка, и нож действительно получился очень прикольный. И он у нас представлен в магазине. Ну, все ножи, которые у нас здесь показаны, они все у нас представлены. Еще хочу отметить, что данная модель выглядит завершенной. Это, мне кажется, очень важно для различных людей, которые любят ножи еще и с эстетической точки зрения очень сильно, и в первую очередь. Нож выглядит крайне завершенным, все продумано здесь до мелочей, поэтому готовое изделие, мне кажется, и будет как его апгрейдить. Хорошая удобная эргономика, нож хорошо удерживается в руке, высокие спуски позволят хорошо им работать по продуктам, нарезать, потому что большую часть все равно мы готовим. Смотри, мы упомянули вот эту выемку на обухе, получается, на клинке. Я хочу еще один нож взять, который с такой же, такой пикантной штучкой. Похожий такой. Да, это нож тагава от нож с котом. На самом деле, я спрашиваю у Александра, на кой вот эта выемка на обухе, он говорил, что это дизайнерское решение, но мы все-таки не были бы походниками, если бы не находили применение всяким этим нюансом. Опять-таки, будет удобно сдергивать этот котелок с костра, на мой взгляд. Ну, он такой ломовитый. Конечно, да, конечно, это нож больше как тактикольный, но кто запретит взять этот нож с собой в поход. Опять-таки, фулл танк, надежная конструкция, нож выглядит крайне надежным, накладки из микарты, опять-таки, цепко, эргономично, насечки на обухе. Те, кто любит насечки. Кто любит и обожает насечки, то вот нож с котом. Насечка здесь прямо такая ярко выраженная нож. Но я тоже, опять же, не скажу, что вот это нож тяжелый. Он здесь где-то весит до 200 граммов, это в пределах вот этих 200 граммов. Я считаю, что это достаточно хорошо, учитывая, что здесь прямая ревча кромка. Им будет хорошо, удобно работать, нарезать продукты, им можно что-то построгать. Ну, то есть, для тех, кто хочет что-то уже посерьезнее там поделать. Если хочется, да, вот такой, тебе добавить тактикульности в походе, потому что иногда мы, наоборот, приходим к тому, что берешь очень простой нож, и, кажется, ты попользовался, с другой стороны, я почему-то чувствую себя не отказывать. Не отказывать себе ни в чем. Да. Ну, например, я не очень люблю ножи вот с такими прямыми схождениями углов, потому что там то же самое потрошение рыбы, что-то еще. Хотя можно как лопаткой выбирать, но по мелкой это будет не самое удобное. Но, в принципе, нож не тяжелый, он комплектуется ножнами из кайдекса, которые можно удобно располагать на поясе горизонтально, можно его зацепить куда-то еще за лямку, он надежно в них удерживается, никуда он из них не девается, не гремит. Многие очень любят проверять, типа, гремят ли кайдексные ножны. Ну, это да, если там крадешься в лесу, подкрадываешься к лисе. Фу-фу-фу-фу, она такая, о боже мой, у тебя ножны гремят, нож в ножнах, какой кошмар. Нет, они не гремят, все очень хорошо подогнано, опять же, вот этот подпальцевый упорчик, он позволяет нож хорошо выщелкивать, здесь нож очень и надежно фиксируется, и легко достается. Вот я люблю, знаешь, когда смотришь, кайдекс часто очень бывает, очень жестко зажат, и он у тебя когда на поясе зафиксирован, и ты начинаешь, а я особенно, знаешь, когда последний раз был, из-под спаса надо это все вытащить, ты начинаешь там, и у тебя там вместе с поясом все это начинает болтыхаться, и когда вот нож хорошо, просто палец упер, и он у тебя выщелкнулся, это очень удобно. То есть это, с одной стороны, и тактикульность такая определенная, но с другой стороны, это, опять же, удобство у нас, ношение и использование ножа на природе, в походе и где-то еще. Где-то еще. Ну и давай, наверное, перейдем к следующему ножу. Я сейчас достану нож достаточно бюджетной серии от Мистер Блейда. Мне кажется, он незаслуженно обойден вниманием. Это ножи серии Летучая мышь, Бэт Би. Ну, их там четыре ножа, они там в разных цветовых решениях. Я просто достал первый из полки попавшийся. Он комплектуется ножными пластиковыми, напоминающими муровские ножны. Это достаточно бюджетная серия, он стоит меньше 4 тысяч рублей. Как раз-таки вариант для тех, кто гонится за практичностью, за практичностью, потому что рукоять из эластрона, при этом она довольно-таки эргономичная. Здесь есть вот эти подпальцевые выемки для вот этого хвата, когда ты что-то нарезаешь по плоской поверхности. Такой кухонный хват. Здесь прямые высокие спуски. Сведение, ну, не скажу, что оно очень тонкое, но с другой стороны... Тонко резкий. Для полевых условий, да, лучше, наоборот, более надежное, что ты поправил, если что, клиночек можно там поправить, им пользоваться. Здесь используется сталь 8-хром-14, пластиковые ножны и вот этот подвес из стропы. Самый это лучший ли нож, там, туристический? Ну, опять же, я говорю, это вот... Мы показываем просто разнообразие тех ножей, которые у нас есть в магазине. Не все ножи. Но это нож неплохой. Я его тестировал еще на стадии прототипов. Еще очень давно, не помню, пару лет назад, как только еще были прототипы, мы им ходили на реке, и то, что мне понравилось, это то, что нож довольно-таки практичный. Он эргономичный, в руке он удерживается очень хорошо, и во влажной руке, на реке, потому что я его тестировал в конце октября. И у нас была плохая погода, но вот он в руке хорошо удерживается, и по продуктам, и построгать им можно, и рыбу разделывать им можно, грибы мы им чистили. И ничего с ним не происходит за счет того, что ножны у него пластиковые, здесь есть отверстие, все это можно легко промыть. Он в ножнах хорошо позиционируется, хорошо фиксируется. Ну, такой простой, дуракоустощивый. Нож, который не жалко, который можно абсолютно все сделать, и не переживать, что с ним что-то случится. Даже если вдруг потерять такой нож, сердечко не разобьется. Ну, сгрустнется немножечко. Нет, если в начале похода потерять, то это будет грустно. Да, тут еще хочу заметить, есть такие насечки, пупырышки на рукояти. Мало того, что элострон и так цепкий довольно материал, здесь еще дополнительно вот эти все элементы есть. Поэтому, опять-таки, ты говорил про то, что держать нож влажной рукой, во влажной среде будет комфортно, и нож не убежит никуда, никуда не денется. Это очень, на самом деле, приятно. Плюс подтемлячные отверстия. Это тоже для многих ножеманов очень важный такой элемент. Ну, и опять же, с точки зрения наш походный, его можно нагружать, обувь толстый. Если уж захочется побатонить, как ты любишь, не только картошку, а всякую глину. Ну, и морковку. Ну, и морковку. То можно им и побатонить. Или сухую сосну. Он это выдержит спокойно. И сухую сосну, или прочие корнеплоды. Ну, что? Перейдем дальше. Да, идем дальше. От ботонинга мы переходим. А давай тогда, вот раз мы говорили о ботонинге, мы давай тогда поговорим о реально большом, тяжелом ноже Рейнджер. Это, пожалуй, один из самых крупных ножей туристической серии, вот этой серии бушкрафтерской от NC Custom. Здесь довольно-таки высокие спуски, несмотря на то, что нож крупный. Он довольно-таки хорошо режет. Я неоднократно рассказывал, как я этим ножом, потому что у меня были с собой маленькие ножи, а мы брали с собой капусту. И было желание, на одной из остановок, да, надо было нарезать капусту, сделать борщ. И мы, значит, маленькие ножи, но неудобно капусту шинковать. Большой нож ты достал, и он и режет, и шинкует, и все. Потому что ботонил по капусте. Ботонил по капусте, резал капусту. Я в плане того, что он обладает довольно-таки хорошим резом, несмотря на свои размеры, то, что он все-таки больше выглядит, как рубака. За счет того, что здесь есть вот это отверстие, и вот это, здесь можно сделать гарду за счет прокорда, и нож будет хорошо, надежно удерживаться, если при всех рубящих действиях ты будешь что-то рубить этим ножом. Длина клинка позволяет, вес клинка позволяет, где-то 260 граммов весит. То им можно хорошо рубить, и темляк либо подвесить, вот за счет этого отверстия цеплять на руку, потому что, на самом деле, вот наиболее правильно, когда отверстие для рубящих именно действий, темлячное отверстие находится вот здесь, не сзади. Потому что, если даже он у тебя выпадет, он не отлетит куда-то дальше по ногам. Поэтому можно сделать как вот такую вообще надежную гарду, которая будет удерживаться, либо здесь просто делать темляк на запястье и использовать этот нож в качестве рубящего инструмента. То есть, дорогие зрители, обратите внимание на то, что на вот таких больших ножах и на мачете под темлячное отверстие необходимо располагать... Вот здесь вот, да, в передней части рукояти. Многие не понимают этого, они даже... Да, думают, что это вот неправильно, там, типа, для копья, для кого... Нет, на самом деле, это более правильное размещение именно при рубящих действиях. Опять же, рукоять здесь из Микарты, фирменная Микарта НСКастом, которая такая обладает вот приятной тактильностью, ее когда достаешь, держишь в руках, она легкая шероховатость такая. И визуально. Она и визуально, да, она создает ощущение дерева. Да. Но, смотри, рейнджер, конечно, это топ, на самом деле, хит. Многие бушкрафтеры, походники, лесорубы и прочие ребята, которые любят развлекаться в лесу, приобретают себе такой нож. Но я хочу свою ложку и дегтя. Мне нравится Форестер. Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, он поменьше. тому, кому... Почему мне нравится больше рейнджер, я тебе честно скажу, мне больше нравится, как он режет. Форестер все-таки режет, у него чуть-чуть ниже спуски. Соответственно, угол схождения у нас немножко другой. И за счет того, что толщина в обухе серьезная, то по продуктам, например, начинаешь ты что-то нарезать, а вес у них плюс-минус одинаковый. Но здесь большая длина клинка. И вот когда мне нужен такой один большой нож, да, я берешь там, иногда в основном хожу с не очень большими ножами, но вот когда ты берешь такой один какой-то нож, который будет использоваться в качестве лагерного ножа, то как раз рейнджер мне больше нравится. Поэтому именно его я здесь и выбрал сейчас. Ну, я на самом деле так не притязательна, если батонить, то я могу и картошку, как ты уже говорил, и морковь, и капусту. То есть, мне тут, знаете, разницы как бы нет. Такого, что, боже мой, нужно картошку резать, а не батонить. Ну, в походе все равно, на самом деле, абсолютно без разницы, наломал ты картошку, или ты ее тоненько нарезал. Главное, хорошо плотненько покушать. Да, на контрасте с таким большим ножом рейнджер, давай перейдем к изящному и компактному компонеро от Кизоляр. Компонеро мне нравится за счет того, что, в общем-то, это тонкий, тонко сведенный, с тонким клиночком нож, обладающий очень хорошим резом. Он действительно... Тут линза, да. Линза, это конвекс, сведенный в ноль. Он хорошо работает по деревяхе. За счет того, что здесь небольшой вес, рука при длительном строгании, ну, как бы, особо длительного строгания, честно говоря, вот я себе... А что так долго можно строгать? Можно строгать? Я тебе скажу, что то, что я долго строгал. Вот я строгал сейчас просто для того, чтобы тестировал ножи, я вырезал ложку. Вот, когда я действительно долго-долго занимался такой работой. Обычно, сколько ты построгаешь? Ты сделал несколько там перышек для костра и все. И все. Поэтому можно и большим строгать. Но этот действительно нож хорошо работает по деревяхе, он хорошо работает по продуктам, он классно работает, мне понравилось, как он работал по мясу. И словом, работал много раз, но вот как он резал мясо, этим ножом действительно мне понравилось. Удобно резать, не очень длинный клиночек и таких вот в походных условиях, когда ты что-то нарезаешь, мы берем иногда там начало похода, взяли немного мяса, пожарить шашлык. Вот первый день, пока ничего не испоет, испортится, особенно там в холодную погоду. И вот им было тоже очень прикольненько нарезать. Он легонький, компонуется он вот такими, сейчас, где у нас ножны? от компонера, кожаные ножны со свободным подвесом, опять же, здесь свободный подвес, который расстегивается, можно его отрегулировать, ну, во-первых, чуть по длине, на более широкий ремень, во-вторых, это, знаешь, тема мне очень нравится, вот с помощью того, что можно, когда я очень многие ножны, ножи свои, вешаю на пояс через карабин, для того, чтобы его можно было легко снять. Ты пришел, в лагерь отстегнул, положил, надо перестегнуть там на снаряжение, ты перевешиваешь его, как удобно, и я использую карабин, чтобы не расстегивать пояс, не выстегивать его из штанов, а здесь как раз тоже удобно, если тебе надо его снять, ты просто расстегиваешь эти кнопки, снимаешь ножны, вытащил нож, положил, поработал, перевесил, опять же, и у тебя нож под рукой находится, или пояс не надо вытаскивать из штанов, если ты переодеваешь те же самые спортивки в лагере уже находясь. Ну, это на самом деле такой вариант финночки, потому что здесь как раз-таки вот эта бочкообразная рукоять, небольшой грибочек, за счет этого нож в руке лежит комфортно, заполняет равномерно ладонь, то есть нет никаких провисаний, так скажем, и пустых каких-то пространств, соответственно, опять-таки, работать этим ножом будет комфортно, я на самом деле этим ножом ничего сама не делала, поэтому тут полагаюсь только на вот визуально пока составляющие свои ощущения в руке, вот, соответственно, опять-таки, хороший толстый обух довольно для такой ширины клинка небольшой, накладки из микарты, микарта же у нас, да? Микарта, нет, тут G10? Да, это G10, это G10, ладно, пробовал, ничего страшного, ничего страшного, накладки стало быть, так тоже можно, да, так можно было? так тоже можно, в общем, накладки здесь из G10, соответственно, практичный материал, плюс цена бюджетная, довольно бюджетная, этот нож стоит до 6,5 тысяч рублей, для такого ножа, мне кажется, это вообще, ну, действительно, мне кажется, это очень удачный, продуманный, он выстраданный, Кизляр Супримом, нож, который вышел, вот, и действительно, заслуженно получил свою заслуженную славу, и опять-таки, Олежа, что случилось, хватит падать, у Олега отвалился, аккумулятор, и как раз-таки, да что еще я хотела сказать, это все забыла, достаточно бюджетный нож, нет, я не про это хотела сказать, я хотела сказать про то, что раз мы смотрим здесь сейчас туристические ножи, что немаловажно, он легкий, конечно, это важно, поменьше нести, да, особенно, если ты довольно-таки хрупкая девочка, хоть и тащишь на себя, как муравей, собственный вес еще дополнительно, но, все там важно, все нужно, все важно, конечно, давай перейдем, конечно, все нужно, давай перейдем к золотоножу, у нас в магазине представлены ножи мастерской золотоножки, большое количество ножей, они у нас за спиной находятся, что ни в одном другом магазине его нет, мы его урвали, ну и вот, соответственно, у него очень много, в мастерской очень много различных ножей, которые как раз-таки могли бы пригодиться для туристических целей, вылазок в лес, и вот здесь я немного разрываюсь, потому что здесь лежат две модели, которые, например, вот Орикс на клинке Элмакс, на рукояти Микарта, соответственно, выглядит он стильно, современно, потому что здесь добавлены дополнительные фальш-спуски, он такой, достаточно современный у него дизайн, технологичный. То есть, как туристический нож, он будет классный, но, например, мне здесь рукоять не подходит, но тебе она здесь подходит по объему, ложится хорошо в руку. У меня рука побольше, мы вот с тобой как раз сжали, и Ориксом как раз мы, когда были в Лотоусте, я Ориксом, например, потрошил рыбу, у нас форель была, мы с тобой как раз занимались приготовлением форели. По мне, вес здесь не очень большой, здесь в садной монтаж, за счет этого вес не очень большой, мы показываем ножи, которые у нас представлены в магазине, я хотел небольшую ремарочку сделать, они у нас представлены, там, встали Хелмакс, есть у нас тут и М390, мы просто взяли ножи, на самом деле, у золотоножа, они есть в различных исполнениях, и в различных сталях, и более бюджетных, поэтому мы показываем, скажем так, больше здесь модели, и сравниваем модели, потому что, в принципе, они будут отличаться по сталям, исполнении немножечко, но ножи те же самые, по эргономике они будут те же самые, они будут немножко отличаться по сталям, ну и, соответственно, по цене они будут отличаться, поэтому это вот небольшая ремарка, почему мы показываем ножи, здесь вдруг, показывая ножи из 8, синхрон, да, вдруг мы начинаем показывать телом М390, просто показываем то, что у нас есть, можем себе позволить, да. Так вот, продолжая тему, то, что я не могла выбрать, вот этим ножом, который я сейчас держу, это старпом, я им не работала, но он мне, например, как туристический нож больше подходит, почему? Потому что в руку он лег совершенно классно, он легкий, у него простой клинок, прямые спуски, хороший рез, хороший рез, ну тут сталь, конечно, М390, это... Вот здесь и у нас и зуб мамонта, по-моему, встал. Да, это для того, чтобы чувствовать себя в походе более роскошным, а также тут стабилизированный клен, но иногда хочется придать себе немного лоску, типа на богатом выйти в лес, соответственно, на мой взгляд, именно вот этот нож как раз-таки... Это модель. Да, именно эта модель, правильно заметил, на мой взгляд, будет больше подходить под туристический мотив, если вы, например, обладаете не совсем крупной рукой, он реально классно лежит. Это вот к той теме, что мы с тобой как раз в начале выпуска говорили, что почему и стоит ходить на выставки, там, где можно подержать нож, стоит приходить на живые магазины, и можно нож взять в руку, взял его в свою руку, померил... В свою руку, в чужую руку. Да, именно в свою, потому что ты посмотришь на фотографиях, и в моей руке нож будет выглядеть по-другому, в Юлиной руке он будет выглядеть следующим образом. Часто вообще пишут, какой нож огромный, а он на самом деле вот такой, крохопулечка. Я его в руку взяла, и на фоне моей руки он выглядит как какая-нибудь катана огромная. Просто, возможно, этот нож делал кто-то не очень большого роста. Мы что, про Алексея? О нем мы поговорим чуть позже. Так вот, соответственно, твое мнение по поводу вот этого ножа, по Ориксу я уже знаю. Слушай, ну, по мне, на самом деле, ну, плюс-минус, что там, что там рукоять, они мне одинаково удобны. То есть, Орикс мне просто, скажем так, больше зрительно нравится. Мне он нравится... Знаешь, ты же нож выбираешь тоже тем ножом, которым тебе приятно работать. Ты им будешь использовать его, и ты найдешь ему функционал и применение, и все. Если он у тебя комфортно в руке, если он у тебя хорошо режет, выполняет все задачи. И еще, например, если сравнивать, то для меня, например, да, Орикс, он более симпатичный. Он стилевый такой. Да. Но этот нож более простой. В классику. Он в классику, и для... Более понятный, я бы так сказал. И по клинку более понятный. И тому, кому больше нравится вот такая классика, стан... Ну, как сказать, уже более привычная. То, что хорошо глазу твоему... Выбираешь, конечно, по тому ножу, который... То, что тебе больше комфортно. Давай поговорим про ножны к этим ножам, потому что... Так. Ножны у Орикса здесь всадные. Я сейчас под этот нож не достал ножны, но здесь всадные форму... Там примерно такие же ножны тоже. Всадные формованные ножны. Красиво, богато украшенные. Тон рукояти. Тон рукояти. С жестким подвесом. Но опять же, вот жесткий подвес я все время перевешиваю через карабин. Я люблю свободный подвес. Я люблю, чтобы он у меня был. Опять же, когда ты идешь в рюкзаке с разгрузочным поясом, у тебя, чтобы не перекрывалась вот эта часть как раз, чтобы было удобно нож доставать. И как раз вот карабин, он позволяет немножечко удлинить вот эту часть. Бьется по колену или не бьется? Ну, я не хожу там в такие большие расстояния, чтобы думать о том, что будет у меня стучать или не будет. В конце концов, перевешивавшего сбоку, он болтается сбоку. Ну, ничего, у меня там колено, бедро не набивает. По попе бьет. Ну, по попе... Ах, эти ножи из златоуста. Ах, эти ножи из златоуста. Поэтому здесь идут точно такие же тоже формованные ножны из хорошей кожи, хорошо сделаны, с хорошей выделкой, хорошо надежно удерживающие нож, плотно. Поэтому здесь вот если послушать, есть такой легкий небольшой звук, когда, знаешь, туда клинок заходит, фиксируется в ножнах, и он четко там правильно расположен. Поэтому здесь хорошие ножны, что у того ножа, что у другого. И, в общем-то, златонож делает ножны самостоятельно. Каждые ножны подгоняются под каждый отдельный нож, формуются. Поэтому, действительно, они все хорошо подогнаны и правильно сделаны. Поэтому выбор из этих двух ножей... Ну, для себя я бы, наверное, выбрал бы Орикс. Чисто просто, потому что я Ориксом больше поработал, и мне больше нравятся внешние. Есть фальс-спуски, это просто такое, знаешь, добавляет немножко какого-то украшательства ножа, да. То есть, опять же, рыбу им было прикольно потрошить за счет того, что вот это вот здесь очень тоненькое сведение на острие, да. Им удобно было вот спарывать брюшко и разделывать рыбу. Но у нас с Тарпом тоже отличный нож. Это просто, скажем так, наша вкусовщина, да. Которая одному нравится одно, другому нравится другое. Ну, а если вы хотите посмотреть экскурсию по мастерской златоножа, мы там были в мастерской, поэтому можете пройти по этой ссылочке, которая указана вот здесь в углу, и, соответственно, насладиться этим видео. Поехали дальше. Давай мы тогда перейдем, раз уж мы говорили о небольших ножах в небольших ручках, мы поговорим о ноже Самоед от компании Бруталика. Это... А ты, блин, подколола, блядь. Опять? Она опять подколола. Это было мелко, да, низко как-то. Я бы сказал, это было низко. Это такая традиционная финночка с карельской березой, с 95-кой на клинке, с довольно-таки высокими спусками, не от самого обуха, с хорошим резом, с недлинным клинком. И вот такие финки я вот зачастую с собой ношу, знаешь, на ПВДшке, когда выходишь за грибами в лес. Небольшой нож, который может поработать по продуктам, может построгать деревяшку, ничего не весит практически, тут вес у него совершенно мизерный, здесь с одной монтаж. Ножны у него кожаные, со свободным подвесом. На самом деле легкий, как ты сказал, и очень маневренный. За счет того, что длина клинка не такая избыточная, то есть он компактненький такой, и можно легкие всякие операции проворачивать. Знаешь, картошку легко почистить, потому что рука не устанет. Рыбу можно, если что, распотрошить. И такой вот нож как раз это хороший вариант для любителей классики. Причем теплая рукоять, кто любит деревянные рукояти, плюс сохранен натуральный цвет рукояти, соответственно, это добавляет вот этой ламповости и атмосферности ножу. Классика, классика. Плюс вот эти кожаные ножны, которые также ему очень хорошо подходят, также крепко садятся. Надежно фиксируются. Но они еще когда подразносятся, знаешь, они хорошо обсаживаются, чуть-чуть влажность поменяется, они так плотненько уже садятся вообще по ножу. Свободный подвес, более такой жесткий подвес, чтобы в ремешок засунуть. Да? Вообще четко. Но он тоже бюджетный, по-моему. И стоит у нас в магазине он 5500. А давай перейдем к следующей модели. Это, так скажем, современная интерпретация, уральская интерпретация ножа для леса. Околофиночная что-то. Околофиночная. Это нож First SE. Я специально взял версию не кастомную, я взял версию, скажем так, боевую, которая стоит меньше десяти тысяч рублей, потому что кастом это все-таки кастом, это дорогой металл, это дорогая рукоять. Это First SE. Здесь скандиспуски. Здесь сделан микроподвод, причем залинзованный микроподвод, для того, чтобы убрать вот эти маленькие грани. То есть ее можно легко и поправить. Исполнен он из стали D2 на рукояти Микарта. Комплектуется кожаными ножнами, которых мне очень нравится, что здесь вот есть вот это сужение, то есть широкая часть вот этой, которая не трется, получается, по поясу, по штанам. Но здесь вот есть сужение. И сюда как раз хорошо заходит либо кольцо-карабин, либо сам... Карабин. Карабин, да, мой любимый. И он хорошо располагается. Нож весит около ста грамм. Он совершенно невесомый. Я с этим ножом проходил очень много. Я специально убрал несколько походов, так как я ходил и просто в лес вот на ПВДшке. И вот последний, сейчас тоже вот на Шхера я выезжал, брал этот нож, его использовал, ну скажем так, для всех задач, которые можно было... которые мы придумали себе. Это, опять же, чистка картошки, это нарезка картошки, лука, приготовление еды, строгание полешек. Ну и я вырезал еще ложку. Об этом можно будет потом попозже посмотреть. А вот именно по строганию. Начну со строгания, наверное. Он делает очень красивую такую стружку. Он очень хорошо, удобно контролируется за счет того, что он не прямо врезается туда, вгрызается в дерево. Ты можешь отконтролировать этот рез, и ты можешь хорошо. Вот именно по строганию было очень здорово. По нарезке продуктов, если говорить, там какие-то мягкие... Помидоры, условно говоря. Ну, помидоров у меня не было. Вот колбасу, например, нарезали. Колбасу нарезать вообще не проблема. Помидоры я им тоже резал, ну тоже как бы не особо. Вот на твердых продуктах, на корнеплодах, на картохе, на луке он ее просто колол. Все-таки здесь скандид довольно-таки толстый обух. Причем здесь и у острия он довольно-таки толстый тоже. Поэтому он довольно-таки надежный нож получается, несмотря на свою легкость и такую кажущуюся изящность этого ножа. Тем не менее, он довольно-таки уверен. Что мне не хватало в этом ноже? Вот честно скажу, я уже говорил это. Да, я перехожу на рукоять. Мне не хватает объема в рукояти. То есть, при недлительной работе, какую-то там стружку сделал, рука, понятно, не забьется. Что ты поделал? Когда ты долго-долго сторогаешь, у меня не хватало все время вот здесь вот... Опять же, я эту пресловутую ложку вырезал свою, и мне не хватало объема. А когда не хватает объема, у тебя рука начинает уставать, потому что ты все время пытаешься это компенсировать движениями пальцев. И вот это мне чуть-чуть не хватало. Но по стружке, по заготовлению, он делал классные перышки для костра. Прямо такая красивая, изящная стружечка, тоненькая, которая, знаешь, легко вспыхивает, тут же как пух просто. Можно быстро-быстро-быстро застрогал. Одна искра. Нужно отдельный вопрос про то, как Санчес рассказывает про перышки. Любил я делать, разводить костры, с помощью огнива в том числе. В том числе мы разводили, опять же, вот здесь обух, жесткие грани, хорошо высекает искру по огниву, быстро все происходит. Здесь на клинке Д2. Д2 хорошо режущую кромку удерживает, но все-таки она подвержена легкой степени коррозии. Поэтому я, например, у себя старался, его все время поработал, протирать насухо, для того, чтобы он в ножны не погружался в таком вывлаженном состоянии, потому что иначе начнется вот это, появится небольшой питер, который легко, в принципе, оттирается, если за ножом дальше ухаживать. У меня нож приехал с похода в абсолютно нормальном условии, потому что я всегда его протирал, все за ним заботился. Но при этом он меня даже не потерял заточки. Ну, я хочу еще такой момент уточнить по рукояти. В руке нож на самом деле лежит крепко, несмотря на вот эту утонченность и эти изгибы. Порой, ну, для кого-то может показаться чрезмерные утончения вот эти различные. Без перчатки нож в руке лежит хорошо. То есть, если, например, им небольшие работы делать, недолго, он лежит хорошо в руко. Да, и ты его перехватываешь вот как-то легко, он прямо так вот органично сделан, что вроде кажется, что не хватает. Это вот я говорю именно про жесткую силовую работу такую. Да, и, соответственно, вот часто бывают люди и задают вопросы, а зачем вообще этот нож? Какой функционал им выполнять? Вот непосредственно Санчес сейчас я ответил вам, что можно делать этим ножом. По дереву он работает отлично. Вот эти великолепные стружки и вот эти отступления Санчеса восторжены по этой теме. Поэтому, если вам, например, нужен лагерный нож с такой элегантностью, но при этом рабочий, которым можно там деревяхи вот эти все растругивать, то вот непосредственно First SE. А если хочется опять-таки добавить легкого богатства в свой поход, то есть и кастомные варианты. Да, ну если очень хочется, чтобы был нож очень красивый, изящный, очень богатый, то вполне можно им воспользоваться. И мы с тобой перейдем к еще одной финке. Как походы без финок? Да. Потому что все-таки множество людей, вот ты знаешь, сколько людей со мной ходило в походы, очень часто люди все равно приходят. Ну все-таки финка более понятна. Это у нас финка от компании «Нежияр» под названием… Хауки-3. Хауки-3. Она довольно-таки увесистая. Здесь объемная рукоять. Прямо она такая… Основательная. Если мы говорили только что, держа в руках вот эту изящную финку от мужской берлоги, то здесь прямо она довольно-таки объемная. Она мощная. У меня вот не до конца даже пальм в мизинец вот сюда заходит. Она ощущается. Здесь у нас микарта. В середине проставка из кожи. По столе я не помню, что есть. 95Х. Да, здесь у нас… Спасибо. Коллега. Спасибо, коллега. Здесь у нас 95Х18. Это хорошая нержавейка, уже такая прошедшая многими годами. Кто-то ее любит, кто-то не любит. Но при хорошей термичке ничего с этой стали не происходит. Главное, что она нержавеет в походных условиях, что тоже немаловажно. Хорошо держит режущую кромку, хорошо правится и нержавеет. Здесь хорошо развитый грибок. Его удобно доставать из ножен, подхватывая вот этот грибочек. Есть и отверстие под земляк. Ножны у него вот такие мощные кожаные ножны с клапаном верхним. Мне вот эта тема тоже приглянулась, на самом деле. Часто бывает, знаешь, вот эта вот застежка, а здесь именно клапан сверху. То есть, когда ты ходишь по лесу… Цепляешься за ветки. Да, цепляешься за ветки. Он закрыт клапаном, нож нигде и не трется, и он случайно никак не выпадет. И никто не выносит случайно. Можно его носить в лесу. Да, леса очередная не подкрадется и не стырит… Мимо пробегания Санчеса под бухоморами. Да, под бухоморами Санчес не стырит. Вот. Можно вешать как на жесткое крепление на пояс, также есть свободный подвес, довольно-таки длинный, очень правильный. Мне нравится, когда вот сам подвес здесь вот на уровне рукояти. То есть, когда у тебя будет ремень находиться здесь, еще где-то разгручено, то он как раз не будет перекрывать вот этот клапан. Ну и опять же, можно доставать из клапана. Удобно, неудобно? Не могу сказать. Честно говоря, я вот не пользовался ножом с ножными вот с таком исполнением. То есть, насколько вот удобно постоянно, когда у тебя клапан открывается, закрывается, не могу сказать. Потому что для меня, наверное, все-таки лучше, когда никаких клапанов нет, а есть либо погружные, либо кайдекс. Да, потому что ты подхватил, здесь надо все-таки расстегнуть ножны. Это более медитативная тема, так скажем. Да, но с другой стороны, если ты не хочешь просто так нож доставать, чего его доставать? Да. Правильно? Ну, рукоять объемная. Вот по твоей руке. У тебя ручка изящная, небольшая. Но пальцы длинные. Но пальцы длинные. На минуточку. Но при этом, несмотря на то, что у меня длинные пальцы, все равно мне не хватает их. И их длины, чтобы объять эту рукоять, на самом деле нож под более крупную руку, при этом она объемная, она основательная, вот прям как классика. Классика-классика финская. Сейчас меня, наверное, раздербанят за это в комментариях. Классика-классика финская. Стоит он у нас с тобой? Он бюджетный. 5300. Да. Ну и при вот таком наборе материалов и при такой работе, выполнен он качественно, стоит он? 5300. Поэтому, мне кажется, если это финка, если хочется качественную финку из достойных материалов. Довольно-таки аутентичную. Да. Практически ромбик сделан. Клинок такой довольно, при такой простой модели, грубо говоря, да, клинок выглядит очень интересно за счет вот этих вот граней. Латунная у нас больстер сделан, поэтому наборная рукоять. Он выглядит красиво. Здесь длинный. Поскольку здесь у нас наборная рукоять, то здесь у нас идет хвостовик практически вот до этой части. Соответственно, это надежная конструкция, несмотря на то, что это в садной монтаж получается. Но здесь у нас запрятана внутри гайка, которая вот удерживает это все. Поэтому нож хороший, эстетичный, но под большую руку. Надо приходить и своей рукой держать нож в руке, сравнивать его, проверять. Ну, то есть охотники и рыбаки с большими ладонями. Вот как раз у нас и приходит в магазин довольно-таки много людей, которые покупают себе на охоту, на рыбалку. Ребята с большими руками. Я хотела писать, пишите мне в личные сообщения. Охотники и рыбаки с большими руками. Обязательно пишите Юле комментарии. Нет, это была шутка. Да, пережим. Ну что, Юль, мы с тобой показали 10 разных моделей, которые представлены у нас в магазине на Ленинском 155 в Санкт-Петербурге. У нас, конечно, гораздо больше выбор ножей и в каких-то следующих выпусках мы будем стараться их показывать. Мы покажем и складные ножи, которые у нас представлены, и городские фиксированные ножи, и тактики. Кухню. Кухню, которая у нас тоже очень много представлена. Ну и, друзья, пишите в комментариях, какие ножи вы бы хотели увидеть, на какие ножи снять побольше обзоров, о каких ножах побольше поговорить, чтобы вам было интересно увидеть. Не забывайте подписаться на наш канал. Жамкать колокольчик. Писать свои комментарии. Не забывайте подписаться на наши соцсети, в том числе на соцсети Ножевого дома Клинок. Да, мы их видим. Мы вас все рады видеть. Всем добра. С вами была Юля и Санчес. Пока-пока. Молодцы. Вот это машина, да? Пойдусь я шавуху возьму. Шаверма. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.